Что такое апартаменты и кому они подходят? Апартаменты сравнительно новый тип недвижимости, вокруг которого сейчас много шума. Давайте вместе разберемся, в чем разница между ними и квартирой. А заодно выясним, на что стоит обратить внимание при покупке. С вами, как всегда, буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Поехали! Чем апартаменты отличаются от квартиры? Самое главное отличие – апартаменты стоят значительно дешевле. Так происходит потому, что с юридической точки зрения апартаменты – это не жилое помещение. В жилищном кодексе такого термина нет. К жилым помещениям он относится к ЖК РФ, статья 16. Виды жилых помещений – только дома, квартиры и комнаты. Зато апартамент упоминается постановлением правительства. Ссылку на который я оставлю в описании под этим видео. Утверждение положения о классификации гостиниц. В положении о классификации гостиниц – здесь это гостиничный номер, площадью от 40 метров. В котором есть минимум 2 комнаты и мини-кухня. Почти как квартиры, только не в жилом доме, а в гостинице. На практике многие апартаменты располагаются в жилых комплексах. В этом случае они практически не отличаются от обычных квартир. Здания соответствуют требованиям, требования которых должны отвечать за жилое помещение, которые предоставляют устройство инженерных систем, теплоизоляции и уровню естественного освещения в жилых помещениях. Три ситуации, когда стоит выбрать апартаменты, а не квартиру. Это не первое жилье, которое вы покупаете. Если вы уже приобретали недвижимость, то наверняка использовали право на имущественный вычет. И значит при покупке апартаментов ничего не теряете. Зато сможете сэкономить на более низкой стоимости квадратного метра. Вы ищете доступное дополнительное жилье. Например, для подрастающих детей, которые обзавелись семьями и хотят жить отдельно. Если квартиры в приглянувшемся вам районе слишком дорогие, апартаменты – оптимальный выбор. Приобрести их можно в ипотеку. Многие банки позволяют оформить кредит на покупку такой недвижимости. При одинаковом размере первоначального взноса и схожем сроке кредитования переплачивать за апартаменты вы будете меньше, чем за квартиру. А с помощью сэкономленных денег есть шанс закрыть кредит побыстрее. Вы хотите выгодно вложить деньги. Апартаменты – неплохой вариант инвестиций. Вместо того, чтобы купить квартиру, на вторичке и тратить время на ремонт, можно поискать свежий вариант с готовой отделкой. Если собираетесь сдавать апартаменты в аренду, присмотритесь к студиям и однокомнатным помещениям. На что обратить внимание при покупке апартаментов? Во-первых, где они находятся? Оптимальное решение – апартаменты в жилом комплексе. Раз они не считаются жилыми помещениями, то застройщик формально не должен соблюдать жесткие санитарные правила, которые предъявляются к многоквартирным домам. Например, строительная компания не обязана следить за необходимым для квартиры уровнем естественного освещения и может не размещать во дворе игровые площадки, если апартаменты соседствуют в здании с офисами. К недвижимости в жилых комплексах это не относится. Здесь вы получаете доступ к тем же местам общего пользования, что и при покупке квартиры. Добросовестные застройщики не разделяют жителей квартир и апартаментов, поэтому все необходимые санитарные нормы будут соблюдены. А во дворе будут и деревья с клумбами, и места для прогулок, игр и отдыха. Надежность. Сколько завершенных проектов уже есть у застройщика? Нужно проверить. Проще говоря, нужно убедиться в его надежности. Застройщик обязан представить вам учредительные документы, разрешение на строительство и проектную декларацию. Проверить его добросовестность можно на сайте ТОП застройщиков, единого ресурса застройщиков. Там есть данные о том, сколько объектов компания уже сдала и сколько раз она укладывалась в заявленные сроки строительства. Чем выше рейтинг надежности, тем лучше. Поищите в социальных сетях и на форумах отзывы жильцов, которые уже заселились в дома застройщиков. Если он затягивает сдачу объекта или делает ремонт спустя рукава, то наверняка кто-то уже на это пожаловался. Заодно выясните у владельцев квартиры, устраивает ли их качество строительства и отделки. Скрывать правду им нет смысла. Что с инфраструктурой? Сэкономить на покупке апартаментов и жить на выселках вдали от цивилизации – сомнительная идея. В этом случае лучше переплатить. И поблизости должны быть школы, больницы и магазины, чтобы вам не приходилось регулярно тратить время на поездки из одного района в другой. Когда найдете несколько подходящих вариантов, не поленитесь съездить на место. Выясните, как в этом районе обстоят дела с транспортом и сколько времени нужно, чтобы добраться до дома от ближайшей станции метро. В идеале это стоит сделать в час пик – с утра или после рабочего дня. С вами, как всегда, был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Если видео понравилось, давайте поставим лайк. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить оповещения о новых видео. Пока!